Помощь военнослужащим, выполняющим свой боевой долг в зоне СВО, благоустройство дворов, организация семинаров по решению социальных вопросов для жителей города. И это далеко не весь перечень инициатив, с которыми выступают активисты территориального общественного самоуправления. Что нужно сделать для того, чтобы проекты заметили и профинансировали, представителям ТОС рассказывает глава города Елена Лапушкина. Подкрепить материальную базу помогает участие в федеральных, региональных и городских проектах. Среди них формирование комфортной городской среды, содействие, твой конструктор двора. Также получить поддержку можно, отправив проект на конкурс фонда президентских грантов. С момента создания фонда в 2017 году было проведено 15 конкурсов по всей России, в рамках которых 90 проектов от 38 самарских ТОС прошли предварительный отбор. Гранты получили 11 проектов от 8 ТОС на общую сумму более 10 миллионов рублей. Поддерживают инициативные и активные ТОСы и на местном уровне. Так, с 2021 года Ассоциацией Совет муниципальных образований Самарской области, председателем которой является глава города Елена Лапушкина, проводится собственный конкурс проектов ТОС по шести номинациям. Победителям в каждой из номинаций выплачивают по 50 тысяч рублей. Число заявок на выделение финансирования по поддержке местных инициатив ежегодно растет. С началом специальной военной операции активисты ТОС включились в работу по поддержке военнослужащих. На базе организации для наших бойцов изгодавливают блиндажные свечи, балаклавы, занимаются пошивом маскировочных сетей. Вязали носки, вязали теплые пояса, вязали шапки и рукавицы, шили нижнее белье, приносили сладости, шили балаклавы. Военная операция – это очень тяжело, очень сложно, но из-за этого у нас образовался новый актив. Как работает ТОСа по поддержке защитников Донбасса, глава города увидела, посетив территориальное общественное самоуправление Октябрьского, Кировского и Куйбышевского районов. И несмотря на то, что со стороны Министерства обороны военные обеспечены всем необходимым, желание поддержать ребят, даже если в СВО не участвуют родные или близкие, вполне объяснимо, отметила глава города. Вы без каких-либо просьб, без каких-либо поручений включились в работу и в поддержку инициатив по поддержке наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Вы взяли на себя координацию большого количества жителей. По собственной инициативе ТОСам оказывают помощь и объекты потребительского рынка. И для меня было важно узнать, какая помощь необходима для того, чтобы эта деятельность продолжилась и чтобы эта деятельность развивалась. По пожеланиям активистов ТОС администрация города оказала помощь с выделением помещений, приобретением необходимого оборудования и расходных материалов. Вместе с городской думой был запущен проект, в рамках которого ребята пишут письма и открытки, помогает взрослым в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей. Безусловно, другие проекты, которые реализуются на территории города, крайне интересны. Мы в дальнейшем готовы оказывать и помощь, и делиться опытом. Только вы скажите, что вам надо. Активно работают ТОСы с населением городского округа Самара. Устраивают праздники дворов, субботники, семинары по развитию территорий. Нередко жители просят проконсультировать их по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, рассказать, как устроено и работает система ГИС ЖКХ. Большинство этих ресурсов функционируют через интернет, и быстро освоить эти платформы удается не всем. Как правило, трудности испытывают люди преклонного возраста. Так родилась наша первая идея. А почему бы массово не научить жителей базовому законованию в сфере ЖКХ объяснить, как организовывается работа Совета многоквартирного дома, и как это увязывается в современной цифровой среде? Стоит отметить, что в столице региона организовано обучение председателей ТОС при подготовке проектов на конкурс президентских грантов. В настоящий момент обучение проходит более 60 человек из состава председателей и членов территориального общественного самоуправления. Особое внимание как новому направлению уделяется формированию заявок на конкурс президентского фонда культурных инициатив. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События.